МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы знаете, в современном мире ни одно производство, ни одно предприятие не может работать без оглядки на окружающую среду. Вы знаете, что проблемы, связанные с окружающей средой, являются наиболее актуальными. Проводится конференция, эти вопросы обсуждаются на уровне глав правительств, на уровне глав различных стран. Для того, чтобы сохранить окружающую среду в том виде, который удобно, комфортно для проживания человека, должны работать специалисты. Специалисты у нас в Казани, у нас в России, за рубежом. И именно таких специалистов, способных решать вопросы окружающей среды, как раз и готовит наш институт. Какие перспективы откроются выпускникам вашего института? Вы знаете, это вопрос, который в первую очередь интересует всех родителей. И, как я уже говорила, этот вопрос очень интересует и нас, с той точки зрения, какие направления развивать. То есть, как трудоустраиваются. Для этого надо знать, как трудоустраиваются специалисты, которых мы готовим. Я хочу сказать, что наш институт один из самых успешных, с точки зрения трудоустройства, именно по специальности. То есть, работу находят абсолютно все выпускники. Наши специалисты работают в государственных органах управления. Это Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан и Российской Федерации. Это Росприроднадзор. Это Ростехнадзор. Это Министерство сельского хозяйства работают наши специалисты. Работают в Управлении федеральной службы, государственной регистрации, кадастро и картографии по Республике Татарстан. Это государственные органы. Причем, я хотела бы сказать, что, например, заместитель министра по экологии и природным ресурсам Республики Татарстан Камалов Рустем Эльдарович, это наш выпускник. Кроме того, наши выпускники работают и на конкретных предприятиях экологами. И не только экологами, но и занимают руководящие посты. А можете рассказать, во время учебы у них есть какие-то возможности для стажировок и для практики? Да. Да. Вы знаете, давайте начнем с практики. У нас прямо в учебных планах каждого из направлений зафиксирована именно производственная практика, когда студент, во время которой студенты уезжают либо в Казани, остаются на практиках в различных предприятиях. Либо мы им рекомендуем, куда они могут пойти, либо они находят эти места сами, что хорошо, то, что после этой практики ребята очень часто идут туда работать, потому что они как бы демонстрируют свои знания, специалисты говорят, да, это хорошо, и приглашают их на работу. И вопрос, который интересует всех абитуриентов, есть ли какие-то изменения в приеме в ваш институт? Вот. Вы знаете как, все изменения в нашем институте, они не могут быть отдельными от университета, поэтому изменения есть, но они не очень существенные. Для того, чтобы мне сейчас не обмануть абитуриентов, я просто порекомендую регулярно заходить на сайт нашей приемной комиссии. Если вдруг вам что-то непонятное, или вы что-то хотели бы уточнить конкретно по нашим направлениям приема, а я еще раз их перечислю, это экология и природопользование, землеустройство и кадастры, гидрометеорология и почвоведение, вы можете позвонить в деканат нашего института мне или замдиректора по образовательной деятельности Ольге Геннадьевне Яковлевой. Телефончики вы найдете на сайте нашего университета, на сайте нашего института. А если не секрет, какой средний конкурс набора? Это очень хитрый вопрос. И в этом плане спасибо, что вы его задаете. Вы ведь знаете, что абитуриенты имеют право подавать в каждом университете, по-моему, на три или даже на пять, боюсь ошибиться, направлений. Поэтому они подают в разные места. И когда человек смотрит вот сразу после подачи документов, конкурс у нас бывает один из самых высоких. Пять, шесть, иногда десять человек на место. Но вы должны понимать, что этот конкурс очень специфический, потому что люди перед вами, например, те, кто хочет поступить на, ну, не знаю, экологию и природопользование, могут уйти с другими экзаменами на Юрфак, на Экономфак, да, и смотреть этот конкурс лучше по приоритетам. То есть вы же знаете, что там первый, второй, третий приоритет. Смотрите по тому, какие, по первому приоритету. Это будет более реальное представление. Спасибо большое, Светлана Юрьевна. Я напомню, что это была программа «Приемка ФУД-2016». У нас в гостях был директор Института экологии и природопользования Сильвановская Светлана Юрьевна. У нас в гостях был директор Института экологии и природопользования «Приемка ФУД-2016».